Три минуты, которые вы потратите на просмотр этого видео, в корне изменят вашу жизнь. Я объясню механизм возникновения болезней и как их избежать. Главный орган, который отвечает за наше здоровье, это печень. Печень – главный фильтр нашего организма. Одна из ключевых функций печени – это обезвреживание и безопасное выведение ядов и токсинов. Природа не могла предвидеть, что мы будем иметь дело с таким количеством ядов, с которым мы имеем дело сейчас, особенно в последние сто лет. Это ядохимикаты нового уровня. Их много, они везде. Избежать полностью этих ядохимикатов не получится, мы все равно с ними сталкиваемся. Безопасно вывести эти вещества печень не всегда может. И она вынуждена хранить их в себе, защищая нас. Если бы не это, эти опасные вещества могли бы пасть в сердце или мозг и нанести непоправимый ущерб нашему здоровью. Благодаря неустанной работе печени нам удается избежать этой опасности. Токсины постепенно накапливаются, и это приводит к болезням. Поймите, все симптомы берут свое начало в печени, в вялой, токсичной, перегруженной печени. Симптомы – это ваши подсказки. Представьте, что печень – это сосуд. Это жидкость. Вот это. Это красная ленточка. Это уровень, на которой печень включает свою сигнализацию в виде симптомов. Симптомы нужны, чтобы привлечь ваше внимание. Чем больше ядов и токсинов в печени, чем больше заполнен ваш сосуд, тем больше у вас симптомов. То есть, если у вас много симптомов, это значит, ваш сосуд уже переполнен. Когда мы заботимся о печени и очищаем ее, ситуация с симптомами становится легче, потому что количество ядов снижается. В процессе очищения симптомы снижаются и уходят, потому что количество ядов и токсинов в печени становится меньше, и они находятся гораздо ниже отметки, на которой печень включает свою сигнальную сирену. Означает ли отсутствие симптомов, что печень абсолютно чистая? Нет, потому что в ней все еще могут быть яды и токсины, просто они находятся ниже отметки, на которой печень включает свою сигнализацию в виде симптомов. Ядов и токсинов в ней может быть по-прежнему достаточно много. Мало того, в самой глубине печень хранит самые опасные вещества, от которых она защищает нас усерднее всего. И вывести эти вещества из печени не так-то просто. Моя печень была перегружена с ранних лет. С детства ухудшилось зрение, еще в дошкольном возрасте было множество проблем с зубами, а к 13 годам несколько уже превратились в пеньки. В более старшем возрасте кисты, эрозии, папилломы, кандиломы, болезненный цикл, молочница, горечь во рту, отсутствие энергии. К 36 годам все это достигло пика, когда я начала терять сознание, и это сопровождалось судорогами. К тому же я столкнулась с необъяснимой болью в бедре, которая выбила меня из жизни на несколько дней. Я не могла ходить, и причину этой боли мне не смогли объяснить врачи. На спине стали появляться белые пятна, которые не проходили на солнце. Мой уровень токсичности всегда был выше этой отметки. Когда я начала практиковать бережное очищение печени с помощью medical medium инструментов, все мои симптомы ушли. И сейчас я нахожусь где-то здесь. И вот это мой резерв. И этот резерв очень важен. Именно благодаря этому резерву, вот этому резерву, который находится между уровнем ядов, которые есть в печени, и отметкой, на которой включается сигнализация в виде симптомов, именно этот резерв помогает вам легче переносить ситуации, когда вы вынужденно сталкиваетесь с токсичностью. Например, походы к стоматологам, вдыхание токсичных ароматов, духов, освежителей воздуха в публичных местах. Чем больше этот резерв, тем выше ваши шансы на жизнь без симптомов в этом токсичном мире. Тем больше места печень может выделить для хранения действительно важных, полезных веществ, благодаря которым вы сохраните свою молодость и дольше будете энергичным. Именно поэтому я забочусь о своей печени каждый день. В наше время выживает тот, чья печень менее токсична.